что красавцы мы что уже укладываемся спадки до пришла тут мы спать ложимся она к нам пришла гость ты мой красавец что повыше да чтобы я тебя погладил да 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 кстати петя да ты петя приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала пришла в свой курятник но пришла конечно уже что ты мне клюешь поздновато потому что уже время вечерние и мои цыплятки вернее молодые уже курочки и петушки уже ложатся спадки мои цыплятки им полгода кстати уже исполнилось вот они мои красотульки вот это вот это но их тут много за исключением вот этого вот этим с половиной уже месяца поэтому красненькому петушку семь с половиной и где же моё это курочка серенькая хотелось тоже показать что она уже спать улилась серая курочка улилась спать вот им семь с половиной месяцев остальные моим цыпочкам полгода и вот вы задаете вопрос сколько же у меня петушков вот те зрители которые смотрят мои ролики про инкубирование в особенности вторая инкубация где у меня вылупилась 22 цыпленочка и вот они у меня все живые ну за исключением конечно нескольких цыплят вот до полугода они все у меня были живые сами никто на тот свет никто из них не отправился богу душу никто не отдал да это тоже полугодовалый так что пока они все туда не зашли я хотела действительно посчитать их сколько же у меня петушков потому что вот задали и не один человек задает вопрос сколько же у меня петушков для интереса и первоначально когда им была неделя моим цыплятам я проводила такой эксперимент и проверяла их на пол то есть я проверила кто у меня в будущем будет сколько петушков и сколько курочек у меня есть это видео на моем канале и вот по результатам моего эксперимента у меня должно быть 5 петушков и 17 курочек ну вот они уже все все отправляются с паточки да вы знаете примерно вот я хочу сказать что у меня вот такое количество петушков и есть но все-таки с небольшой погрешностью потому что я в принципе не знаю вот вот это кто я так думаю это будет петушок да потому что изначально был похож на курочку но вот по хвостику и вот это вот точно курочка вот она вот вот это курочка да вот это курочки вот понятно что это курочки но то что вот это петушок это тоже понятно мы просто ему уже семь с половиной месяцев а в полугода не по всем цыплятам определишь кто из них петух ту курицу потому что еще зависит я так думаю от вот петушочек зависит от породы птицы у меня птица конечно тут намешанная потому что есть вот обыкновенная простая да простою курочку такая а вот на эту посадить хохолок хохолок и она не одна вот еще одна с хохолком вот она ну это курочку и вот те курочки которые порода вот такая с хохолком если у них отрастает хвостик вообще тяжело по нему определить вот вот это изначально думала что это курица вот она да оказывается все таки я думаю это будет петушок но посмотрим потому что хвостик вроде так хотя по гребню и непонятно может и будет курица по высоте да но то есть если длинные ноги то это петух и хвост а вот смотрите вот высокий вот длинные ноги высокий цыпленок но гребень маленький гребень маленький и хвостик хвостик дай посмотрим хвостик я бы не сказала что это петух вот нет это не петух нет у него такого хвостика как петушка должно быть вот здесь вот длинные такие перья типа с косичками переплетены вот вот это петух вот петушок сразу понятно ну вот ложатся спадки пришла да так вовремя пришла скажи мешаешь нам тут укладывается на насесты да ну вот курица да ты курица курица хотя ноги длинные то есть она высокая потому что петушок как мы считали всегда да он должен быть высокий он выше курицы петух у него вот курочка тоже высокая да вот у петуха гребень большой бородка висит большая и хвостик большой длинный с косицами вот вот высокая курочка но хвостик смотрите курица или петух это курица или петух по мне это курица курица прям похоже на курицу вот курица тоже вроде да да это вот у меня даже нету сомнений вот это курица вот по ним определяет вот это курица вот это сто пудов курица вот по таким вот цыпляткам тяжело определить но я считаю что это все таки будет курочка ну вот и говорю что первоначально первоначально когда им была неделя я гадала кто из них не то что гадала а проверяла кто же из них будет петуха кто курочка по перу по крылышку и вы знаете это оправдывает вот то что я смотрела в недельном их не возрасте проверяла у меня должно быть пять петушков 17 курочек в принципе это мое было первое такое испытание скажем тогда проверка проверка моих цыплят и вот они все у меня живые остались и в действительности так оно и получается но может быть погрешность вместо пяти петушков 6 петушков но опять же повторюсь что вот непонятно пока надо еще немножко подождать и посмотреть кто это будет например курица или петух поэтому пока утверждать опять же я не могу конкретно на сто процентов сколько у меня петушков и сколько у меня курочек вот это мне очень нравится серенькая темно-серенькая такая хохлушка как ты видишь там наверху у нее такой большой чуб вот тоже курица тоже курица полугодовалая кстати сегодня взяла яичко тоже и опять же вот здесь вот я его взяла прям посередине курятника вот под этой вот палочкой тепленькое было все галашечка моя снесла вот девочка моя что то а пришла поздно ребята сюда курятник потому что не было времени прийти раньше сейчас у меня такая суматоха столько дел у меня предстоит на следующей неделе торжество мой сын женится вот и сообщил нам об этом вот так получилось что раньше не было такой возможности и сообщил нам буквально за за две недели предположительно и вот можно сказать на подготовку свадьбы у нас две недели вот уходит осталась неделя и очень-очень много работы о на шо мне вас тут снимать очень много работы тем более это все происходить будет у нас дома не в ресторане очень много надо подготавливаться свадьба не будет пышная даже тот же свадебный вечер надо подготовить как положено все провести и делать в общем море работы в подготовке и только слазит начало сюда подходить они увидели и пошли обратно вроде бы сначала начали туда заходить а сейчас сошли с этого трапа а вот самый первый и самый умный да решился вот заходит моя малышня помните я вам говорила что никак не могу их научить по этому трапу заходить в домик и вот они мне наконец научились но все равно остается хоть один или два утенка под этим трапом не могу догадаться что надо зайти вот постоянно так обязательно один должен остаться обязательно и вот я когда захожу и помогаю он же еще и не понимает он убегает от меня то его еще надо споймать и закинуть ко всем остальным да ребятня вот они там доедают и уже вот подходят туда вот подходят к этому трапу вот и в домик заходит вот молочня моя очень-очень облегчает мне работу когда вот так они сами заходят в этот домик видите зашли-вышли зашли-вышли да утятки малышатки а курочки 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 мои несушки еще там смотрю бегают гуляют по курятнику которые несут мне яйца взрослые курочки полтора года которым а цыплятки уже вот зашли спад зашли баньки а утятки думают да думают ну утятки всегда позже всех позже всех идут в свой домик ну все друзья спасибо вам большое за просмотр ставьте лайки не забывайте подписывайтесь кто не подписан провела такой мини обзор вечерний пошла я дальше думать распределять свою работу что мне делать дальше потому что работы море вам всего хорошего не болейте и до новых встреч пока пока